МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти на сайте matter12.ru, а также в наших группах в социальных сетях в студии Екатерина Роман. Сделано в Мариэл для всей России. Все значимые форумы страны станут площадками для продвижения продукции местных производителей. Производственный сектор республики достоин быть представленным всей стране, уверен глава Мариэл Александр Евстифеев. Руководитель республики на прошлой неделе активно работал на Петербургском международном экономическом форуме. Об итогах питерского форума в нашем сюжете. Сидеть на задворках, ждать, что кто-то к нам придет и начнет себя предлагать, это наивно, экономически это нелогично, бесперспективно. Поэтому наша позиция, и моя как руководителя правительства, и позиция всех министров, активно заниматься поиском инвестиций, активно участвовать во всех экономических процессах, которые протекают у нас в стране. Тем более, если это процессы с международным участием. Вероятнее всего, фраза про сидеть на задворках в самом ближайшем будущем, как и многие высказывания Евстифеева, уйдет в народ. Впрочем, это тема совсем другого материала. Сейчас же об итогах Петербургского международного экономического форума, в котором руководитель Мариэл принимал участие впервые. Окончательные итоги форума будут подводиться достаточно долго. Ведь главные результаты – не подписанные сейчас документы и достигнутые договоренности, а то, как они отразятся на том или ином регионе, том или ином, как это принято говорить, хозяйствующем субъекте. Ну а про бесценный опыт участия в подобном рода форумах говорить излишне. Уважаемый господин Эммануэль Макрон, уважаемый господин Синдзо Абе, уважаемая госпожа Лагард, господин Ван Сишань, дамы и господа, дорогие друзья, я очень рад приветствовать всех вас в России на 22-м Петербургском международном экономическом форуме. О значимости форума в жизни не то что российской, а мировой экономике говорить не приходится. Почетными гостями Петербургского форума стали Владимир Путин и также лидеры Франции и Японии. В целом же участниками грандиозного события были более 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. В одно время, в одном месте работа шла сразу на десятках локаций и площадках, и при всем желании посетить все не представлялось возможным. Евстифееву удалось побывать на нескольких сессиях, в том числе двух пленарных заседаниях. Во второй день работы было подписано соглашение между правительством Морел и агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это как раз тот случай про итоги, которые подводить будем еще долго, и что самым позитивным образом должно сказаться на каждом из нас. В республику придут деньги, будут открыты новые производства, рабочие места, увеличится налогооблагаемая база. Соглашение подписано. Считаю, что это соглашение очень важное для республики, потому что агентство занимается темой привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации. Занимается этим основательно, глубоко. Работа некоммерческого агентства расценивается среди губернаторов, в частности, очень высоко. Мы считаем, что инициатив у нас, особенно по привлечению инвестиций, недостаточно. Тема привлечения инвестиций – это то, на что направлено только что подписанное соглашение. Еще один промежуточный результат – развитие высшей школы республики, а именно строительство на базе Маргу современного кампуса, которым одномоментно могут обучаться и проживать до 6 тысяч иностранных студентов. Индийский инвестор готов вложить в проект 2 миллиарда рублей, при том готов начать работу в любой момент. Итоги подписанных документов, достигнутых договоренностей во время многочисленных встреч на полях форума, услышанного на локациях, предстоит еще обсудить со всеми заинтересованными сторонами, а также внедрить в республики то, что представляется возможным. Ну и, конечно, готовиться к форуму 2019 года. Мы будем обязательно представлять наш стенд. Кстати, со стендом республики мы его предварительно обкатаем в дни республики в Совете Федерации, потому что, ну, во-первых, нам есть что показать сегодня, но, главное, вот это очень мобилизующее начало, потому что все хорошо работающие хозяйствующие субъекты должны иметь возможность заявить о себе вот на такой серьезной международной площадке. Добавлю, что следующий, 23-й по счету, Петербургский международный экономический форум состоится в мае 2019 года. Встречаем лето, одеваясь по-осеннему. Последние дни мая не радуют жарой. Более того, ожидаются дожди, а в отдельные дни ощутимо похолодает. Так завтра утром, а также в пятницу на почве может легко подморозить, поэтому судоводам стоит заранее позаботиться о сохранности своих посадок. Завтра днем воздух прогреется чуть сильнее, чем сегодня, а в среду потеплеет до 20-22 градусов, но при этом поднимется сильный ветер. В последний майский день, как сообщают синоптики, будет не жарким. Северный ветер снова понизит температуру до 10-12 градусов тепла. При этом возможны ливневые дожди с грозами. Комфортная теплая погода может установиться в морелы лишь к середине следующей недели. Погода не помеха в подготовке к купальному сезону. В этом году в республике будет оборудовано около 140 мест массового отдыха на водных объектах. В том числе будут функционировать 18 официальных, не считая тех, что принадлежат санаториям и домам отдыха. В Ешкарале нынче будет работать только один пляж в Ширяйкове. Центральный на время его реконструкции будет считаться лишь местом отдыха у воды. В связи с ремонтными работами половина территории центрального пляжа будет огорожена. На второй половине, как обычно, установят раздевалки, грибки, урны, детский городок, скамейки. К монтажу оборудования уже приступили. Закончить благоустройство пляжей и место отдыха у воды в Ешкарале планируют к 1 июня. 4 июня купальный сезон стартует официально. Кстати, после реконструкции центральный пляж превратится в благоустроенную территорию, совсем необходимым для комфортного летнего отдыха. О ходе работ и о проекте будущего пляжа мы расскажем в ближайших выпусках новостей на телеканале Мэтр. В Ешкарале полным ходом идет ремонт дорог и тротуаров. На улице уже уложено более 4000 тонн асфальтобетонной смеси. Особое внимание уделяется качеству работ. Подрядчик обязан устранять даже самые небольшие замечания. Насколько выдерживается график ремонтных работ, выясняла наша съемочная группа. Ремонтные работы на магистральных улицах столицы идут полным ходом. Ежедневно несколько дорожных бригад приступают к реставрации асфальтового покрытия не только в центре, но и в спальных районах города. Ремонт центральной части идет уже давно. И на сегодняшний день на улице столицы уже уложено более 4000 тонн нового асфальта. Сегодня работают на улице Ишкинина, меняют асфальтное покрытие. Также работы продолжаются по Санчурскому тракту и в районе Тарханово на улице Школьная. Там работа уже подходит к завершению. Дорога закрывается верхним слоем и в ближайшее время бригада оттуда уйдет. Не менее масштабные работы ведутся и на тротуарах столицы. В нашем городе 270 километров пешеходных дорог, поэтому работы у строителей хватает. На первом этапе в число приоритетных вошли 15 территорий. Три из них – участки на улицах Зарубина, Пролетарской и Петрова – уже выполнены. Сейчас все усилия сосредоточены на улице Советской возле первой коррекционной школы. Здесь тротуар несколько проблемный, тяжело отводить воду. Ну и, как вы видите, здание школы довольно-таки низко находится относительно уровня прилегающих дорог, прилегающей территории. Но с этим вопросом также справились. Воду отведут в сторону, лучше быть не должно. Ну и, соответственно, часть колодцев будет выведена в уровень асфальта. Не забывают столичные власти и о влажной уборке городских улиц. Отдельное и очень пристальное внимание при приемке работ будет уделяться и качеству асфальтового покрытия. Работы принимаются специалистами Управления городского хозяйства. Это помимо контроля, значит, визуального, мы выборочно делаем вырубки, проверяем асфальт на его соответствие. Также подрядчик нам постоянно предоставляет документацию на закупаемые материалы, которые используются в асфальте. Это щебень, песок, битум, минеральный порошок. И мы смотрим, чтобы эти материалы соответствовали существующим ГОСТам. Только при наличии всех этих моментов работы будут приниматься. Но также принимаем и по качеству укладки асфальта. То есть где-то это видно визуально, где-то необходимы какие-то лабораторные испытания. После улицы Советской дорожники переместятся в другую часть города. Отрадно, что в программу ремонта включены не только центральные магистрали, но и территории, которые находятся на окраинах столицы. Самая последняя оперативная информация о ходе ремонта дорог и тротуаров, а также перечень улиц, подлежащих благоустройству в самое ближайшее время, доступен на сайте городской администрации. Проект по благоустройству набережной в Звенигове прошел в полуфинал Всероссийского конкурса, организованного Федеральным Министерством Строительства. В понедельник прошла очная защита проекта, который в Москве представили руководители Звениговского муниципального района. Город на Волге претендует на победу в категории «Малые города» с населением до 20 тысяч человек. Напомню, о жизненно важных преобразованиях в Звенигове шла речь в ноябре во время рабочей поездки в город Александриев-Стефеево. Прежде всего, в населенном пункте следует провести укрепление береговой линии. После укрепления берега здесь можно будет построить грузовые и пассажирские порты, а также инфраструктуру для отдыха горожан и туристов, дайвинг-центр, яхтенную школу. После окончания публичной защиты состоится заседание межведомственной рабочей группы, на котором ее члены примут проект итогового отчета для представления его федеральной конкурсной комиссии. Финал проекта состоится 29 мая. В Морелках и по всей стране сегодня стартовал основной этап единых государственных экзаменов. Его открыли испытания по географии и информатике. Это одни из наименее востребованных у школьников республики предметов по выбору для итоговой тестации. Так, заявление на участие в ЕГЭ по географии подали 120 выпускников по информатике 186. Со стороны за процессом экзаменации понаблюдала наша съемочная группа. В первый день сдачи единых госэкзаменов для школьников республики двери распахнули 8 пунктов. По одному в Звенигове, Волжске, Казмодемьянске, Килимарах, Марках, Советском и два в Йошкарале. В плане организации в каждом все продумано до мелочей. Телефоны, записывающие и программируемые устройства, мимо арочных металлоискателей не пройдут. Шпаргалки пронести теоретически можно, но смысла в них нет. Каждая аудитория оборудована видеонаблюдением. Онлайн-наблюдатели в режиме реального времени смотрят, нет ли нарушений во время проведения экзамена. Среди самых популярных как раз подозрения на списывание или выявление так называемых слепых зон. Аудитория 114, ПП 148. Не видно было ученика, который сдает экзамен. Мы поставили отметку, ее сразу же в стабе обработали и передвинули нам парту. Поэтому теперь я его вижу. Основную волну ЕГЭ-2018 открыли испытания по географии и информатике. Оба предмета особой популярностью у выпускников не пользуются. В этом году для итоговой аттестации географию выбрали чуть более 100 ребят. Информатику в первый день писали 143 школьника. Причем, по словам специалистов, как раз увлеченных IT-технологиями ребят в республике, хоть отбавляй. На самом деле, все-таки от школы мы ждем в первую очередь фундаментального образования. А здесь, когда они приходят к нам, мы уже их пытаемся, так сказать, научить именно информационным технологиям. Поэтому нет тут никакого противоречия, что люди сдают физику и идут к нам. Но и кто выбрал информатику, ну тоже мы считаем, что это потенциально наши клиенты. Кстати, тем ребятам из МРИЭЛ, кто хочет или планирует развиваться, следуя в ногу с информационными технологиями, можно сказать, повезло, отмечают работодатели. Выпускники наших вузов в области высоких технологий – одни из самых востребованных по всей стране. В частности, вот что касается разработки программного обеспечения, в Вишкороле работают десятки компаний, которые создают программные продукты для федерального и международного рынка. И такое получилось потому, что здесь, в Вишкороле, очень хорошая школа по программированию. И эта школа одна из лучших в России. Поэтому, как бы, не надо ничего искать, можно выбрать эту специальность, получить образование. Я думаю, что уже после второго курса будет замечательная работа. И дальше, сами понимаете, как жизнь будет развиваться. Следующий на очереди единый госэкзамен «Базовая математика» ждет выпускников уже в среду, 30 мая. Аттестацию по этому предмету, по данным Минобра Республики, пройдут более 2,5 тысяч девчонок и мальчишек. Для того, чтобы легче нам было пережить экзамены, мы рекомендуем, ну, как минимум, соблюдать режим дня, чтобы ребенок не переутомился, чтобы ему не захотелось сильно спать на экзамене. Желательно соблюдать режим питания, чтобы ребенок получал все необходимые вещества, которые нужны для нормальной работы мозга. Успокоительные пить, конечно же, не рекомендуется. Всего в 2018-м школы Республики выпустят чуть более 3 тысячи ребят. Такое же число выпускников было и в прошлом. Кстати, по предварительным данным профильного министерства, первый день основного этапа сдачи ЕГЭ в Республике прошел без серьезных нарушений. Никто из ребят с экзамена удален не был. Как пройти в библиотеку? В Мариелл и эта общая тенденция времени сокращается число читателей библиотек. Однако школьники, студенты и просто любители чтения в классическом его виде все еще являются активными посетителями библиотек. Насколько популярна сейчас традиционная книга и какие функции, помимо основной, выполняют сегодня сельские библиотеки Республики, выясняла наша съемочная группа. Печатная книга потихоньку возрождает свою прежнюю популярность. Этот вывод сделали участники Всероссийского библиотечного конгресса, который прошел недавно в Владимире. При этом библиотеки, в особенности сельские, становятся своеобразными клубами по интересам, а посещают их и Стар и Мла. Сегодня, объезжая районы, районы библиотеки, видишь, что там работают люди совершенно небезразличные, они креативят, они находят какие-то новые шаги, подходы, и тем самым библиотека становится центром притяжения. Потому что во многих населенных пунктах библиотека действительно такой центр досуга, где могут приходить и молодежь, и совсем маленькие дети, и пенсионеры собираться и находить какие-то свои, так называемые, кружки по интересам, и тем самым, бывая в библиотеке, прикоснуться еще и к книге. Естественно, для того, чтобы привлечь читателя, сотрудникам библиотек приходится проявлять творческую инициативу и предпринимать нестандартные ходы. Свой вариант популяризации наших библиотек предложил и министр культуры республики. Моя идея, которую я выдвинул уже на коллегии министерства, о том, что создать такую программу для детей и юношества, делаем уроки в библиотеке, домашние задания делаем в библиотеке. Почему нет? И я думаю, что мы сегодня с коллегами это обсудим, тем самым, опять же, привлечем молодежь, подрастающие поколения библиотеки, да, во-первых, делая уроки, домашние задания в библиотеке, всегда есть возможность подойти к той самой книге. В библиотеке работают профессиональные кадры, которые могут и подсказать, может быть, не математике, да, но, во всяком случае, в литературе, в русском языке они могут оказать определенную помощь, в истории и так далее, в других, так скажем, гуманитарных предметах. Библиотека сегодня – это не только книги, но и многочисленные акции, выставки, презентации и проекты. Все эти начинания много лет успешно воплощают в жизнь Республиканская национальная библиотека имени Чивайна. Фонд библиотеки насчитывает более 1 миллиона 200 тысяч единиц. Он постоянно пополняется за счет фонда обязательного экземпляра, который предоставляют издающие организации, плюс к этому дары читателей, авторов и просто неравнодушных и любящих книгу людей. Свой вклад ко дню библиотек внесло и Министерство культуры Республики, подарив Марийскую биографическую энциклопедию. Это такое ценное издание, где собрана краткая информация обо всех известных людях Республики Марийская, которые жили или проживали, или какое-то отношение имели к нашей республике. То есть там собрано более 5 тысяч имен. То есть это такое энциклопедическое издание ценное. Помимо основной работы сотрудники библиотек еще и находят время для занятий творчеством. Поскольку интеллектуальная составляющая, что естественно превалирует, то и увлечение, будь то живопись, графика или же бисероплетение, раскрывают весь творческий потенциал библиотечных работников. Оттого и не пустеют читальные залы, привлекая как ценителей древних фолиантов, так и совсем юных читателей, только еще начинающих познавать такой интересный и увлекательный мир самой разнообразной литературы. В республике с нового учебного года будут со школьной скамьи готовить артистов, режиссеров, драматургов, поэтов и писателей. 1 июня в Национальной президентской школе искусств начинается приемная кампания на новое театральное литературное отделение. Толчком к этому стала наша встреча с главой республики Мариел Александром Александровичем Естифеевым, который дал добро на открытие этого отделения. Мы подготовили локально-нормативную базу для открытия этого отделения, мы ищем специалистов, на сегодняшний день мы ищем программы по театральному искусству, по литературному искусству, ведь это очень серьезная работа. По планам руководства новое учебное направление откроется 1 сентября этого года. В итоге к уже действующим отделениям, музыкальному, хореографическому, художественному добавится четвертое – театрально-литературное. Набор будет вестись в пятый класс. Известно, что вакантных мест на обучение 26. Помимо желаний и таланта, важным условием для поступающего будет знание марийского языка. Приглашаются не только дети республики, но и ближайших республик и областей. Пройти собеседование можно с 1 по 7 июня. Телефон для справок в Яшкарале – 64 18 64. Городское велодвижение набирает обороты. Юбилейный пятый велопарад «Эвелин» стартовал в минувшее воскресенье в Яшкарале, собрав около 600 человек. Это только те, кто официально успел зарегистрироваться. Участников ждала развлекательная программа, конкурсы и, конечно, поездка по перекрытым, по этому случаю, улицам в центре города. Дистанцию в 5 километров составили улицы Советская, Красноармейская, Машиностроители и Ленинский проспект. Безопасность движения на маршруте обеспечивали сотрудники ДПС. На время проката велоколонны было ограничено движение для автомобилей и пешеходов. Отмечу, что последние достаточно позитивно приветствовали велосипедистов в колонне, средняя скорость которых варьировалась от 8 до 15 километров в час. Эвелин стал уже брендом Яшкаралы. В числе его организаторов – Дружина охраны природы, ПГТУ, Молодежный экологический союз республики, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города. Велозаезд в Яшкарале приурочен к Всероссийскому дню велопарада, который проходит в последнее воскресенье мая по всей стране. Привлекая внимание к велосипедистам и их потребностям – велодорожкам, велопарковкам – инфраструктура городов постепенно, но меняется. Вот и в Яшкарале в рамках программы формирования современной городской среды в этом году в планах мэрии благоустроить территорию отдыха в Самбадхи. Согласно проекту-победителю, в этой части города появятся в том числе и велодорожки, первые в Яшкарале. Лучший способ провести выходные – заняться спортом. Это еще раз доказали в одном из крупнейших банков страны. В минувшую субботу в Яшкарале прошел зеленый марафон «Бегущие сердца», собравший на берегу как шаги любителей легкой атлетики со всей республики. Участники марафона вышли на старт одновременно со спортсменами из полусотни городов России. Уже второй год подряд в конце мая в Яшкарале, как и во многих других городах страны, дают старт зеленому марафону. Легкоатлетический забег носит не только спортивный, но и благотворительный характер. Это совместный проект Сбербанка и фонда «Обнаженные сердца», который занимается поддержкой детей с особенностями развития. И, конечно же, это праздник для любителей бега, которым предстояло преодолеть нестандартную дистанцию по набережным в самом центре Яшкаралы. Сегодня мы проводим благотворительный забег, который называется «Зеленый марафон». Он проходит в России уже седьмой раз подряд. Это акция социальная, в ней участвуют наши партнеры. И на самом деле большое спасибо администрации города за поддержку этой акции. Отдельное спасибо. Всем желаю заниматься спортом, здоровья. Стоит отметить, что проект «Бегущие сердца» был удостоен награды ООН за вклад в развитие экологии планеты, а также установил российский рекорд как спортивно-массовое событие, происходящее в максимальном числе городов в течение одного светового дня. Но самое главное, за годы проведения марафона, как сообщается на официальном сайте движения, удалось собрать более 100 миллионов рублей, которые были перечислены в фонд помощи детям. Несмотря на то, что марафон проводится в МРИЭЛ лишь во второй раз, он уже успел обзавестись постоянными участниками. Мне студенты, волонтеры дали красный кружок, это значит 4 и 1. Всегда стараюсь бегать по максимуму. Ну, максимальная моя дистанция это 10, больше 10 я не бегал. Ну, до 10 я бегаю всегда, потому что если есть выбор между тремя и четырьмя, я побегу 4. А просто пробежать и личным примером показать, что здоровый образ жизни сегодня популярен. В этом году бегущими сердцами стали жители 54 городов России, а также Белоруссии и Казахстана. На старт вышли около 150 тысяч человек, среди которых и несколько соцспортсменов и любителей из МРИЭЛ, в том числе традиционно сотрудники Сбербанка. Это были новости на телеканале Мэтр. Выпуски на марийском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте метр12.ру, на нашем ютюб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин